Девушки отдыхают Мне кажется, корни его где-то здесь, под Владимиром, в древних русских землях. Если не хотите есть на вокзале, что попало, смотрите мою программу «100 мест, где поесть». Фу, а дайте салфетку. Фу, а дайте салфетку. Владимир – город провинциальный, но при этом он довольно брутальный. Его надо приезжать и пробовать на вкус. Владимирцы всеядные. Если случится апокалипсис, шансы выжить у них будут гораздо больше, чем у всех остальных регионов России, потому что мы действительно едим все. Во Владимире люди говорят «поребрик», а не «бордюр». Я знаю, что такое еще в Питере, по-моему, есть, а больше нигде. Этот город называют воротами туристического золотого кольца России. Направление популярное, но не вишней огурцами медовуха едино. Знаю это наверняка и вам об этом расскажу. Владимир основан в 990 году, через два года после крещения Руси. И это единственный город в нашей стране, который носит вполне человеческое имя – в честь князя Владимира. Несколько веков именно Владимир был фактической столицей русских земель. Европейцев бесит, когда мы свои города и области меряем их странами. Но численность населения одного маленького Владимира равна численности населения всей Исландии – 350 тысяч человек. У нас в церкви и храмов все еще больше, чем в супермаркетах. Здесь собрано самое большое количество фресок Андрея Рублева. А про Владимирский Централ поют в каждом российском дворе. Наши обычно считают, что это здесь только церква, вот здесь надо все такие набожные, все такие добрые богатыри. Нет, Владимир – город достаточно современный. И это действительно так. Здесь, например, принято на современный лад завтракать в кафе. Первым стало открываться аж в 8 утра кафе «Мука». В меню появились интересные и полезные завтраки. Каша на кокосовом молоке с ягодами, сырники с муссом и сгущенки и салаты с лососем. Ранние завтраки так полюбились владимирцам, что и другие заведения подхватили эту тему. А владельцы «Муки» открыли вторую точку под названием «Вместе» на Октябрьском проспекте. Советую, не откладывая приобщиться к владимирской моде и пойти позавтракать с дороги. Вот не зря место называется «Вместе гостиная», потому что какая-то большая гостиная. Супер домашняя атмосфера. У вас весь день завтраки? Да. Кто-то может позавтракать и вечером. Вот у вас тут Владимир. Чем вы тут занимаетесь, что у вас завтраки в 21.00? Но самое необычное, знаете что? Что самый модный продукт на завтрак во Владимире – это авокадо. Авокадо! Как это заморское чудо связано с городом в Центральной России? Вообще непонятно. Беру авокадо – завтрак с лососем. Смотри, есть авокадо пюре из авокадо, а есть прям кусочки авокадо. Вообще, знаете, как это надо есть? Берете вот так хлеб, на него намазываете авокадо, сверху кусочек рыбы, потом немножко зелени и кусаете. Вообще, вот этот завтрак, он такой, знаете, полезный. Стоит такая огромная порция 500 рублей. Для провинции недешево, но сравнивая с московским или питерским ценником, и недорого. Видели, почем авокадо в магазин? Нормально я сразу после поезда голодный получить такой завтрак. Класс! А еще меня зацепил десерт под названием «Секси Эклер». Интересно, как он выглядит в семейном-то ресторане? Наш «Секси Эклер». Да, размер имеет значение. Смотрите, внутри крема много, а еще и сверху крем. А вот, знаете, хочется кусать и кусать, кусать и кусать. Не зря так его назвали. Если вы приехали с семьей, здесь вам будет вполне комфортно. Обстановка здесь, правда, семейная. Если путешествуете в одиночку, сможете позавтракать в домашней атмосфере. Иногда в странствиях этого не хватает. Хозяева, муж, жена и их четверо детей – очень гостеприимные ребята. Подкрепились и идите гулять. Когда ты первый раз приезжаешь в Владимир, то, конечно, ты едешь в исторический центр. Проходишь пешеходный маршрут по центральной улице. Начинается он от «Золотых ворот» и условно заканчивается Дмитриевским собором. Получаешь наслаждение невероятное. Красивейшее здание «Золотые ворота». Владимир я полюбила. Это очень уютный, приятный город. Который, к тому же, легко обойти всего за час. Ну а местным, уже насмотревшимся на красоты, достаточно 10 минут. Здесь можно поесть везде. Голодным отсюда уехать невозможно. На любой кошелек и на любой вкус. Заходишь в любую дверь и там несет. Пахнет, благоухает едой. И пахнет, пахнет блинчиками. Вкусно, наверное, там. На Спасском холме, прямо посреди пешеходной улицы, стоит легендарное кафе «Блинчики». Раньше оно было в другом здании, и люди старшего покорения, приезжающие во Владимир, расстраивались, не находя кафе на прежнем месте. Друзья, все в порядке. Ваши любимые блинчики переехали в этот свеженький деревянный домик на Спасской. Ну и цены немножко поднялись. Блинчика за 40 рублей, как в прошлом году, уже не купишь. Выбор приличный. Есть блинчики сытные, с ветчиной, сыром, красной рыбой. Есть сладкие, со сгущенкой, медом и грецким орехом. Блины вкусно. Вкусно. Я беру всегда блин с красной икрой. Мы сами из Владимира, и когда гуляем здесь, ходим сюда перекусить именно блинчики. Самые вкусные, наверное, в городе, тонкие, ажурные, большие. Самая ресторанная улица здесь – Большая Московская. На нечетной стороне классические заведения, итальянская кухня, стейхаусы. А на четной – творческие проекты с дерзкими авторскими меню. Большая Московская – вот место, где едят все. А, все ходят. И я бы рекомендовал сходить. Ну, Большая Московская, 22А, называется они, 22А. Это, говорят, какое-то хипстерское местечко, но мне его рекомендовали многие. Говорят, оно модное, популярное, интересное, с русской кухней. Ну, конечно, я сюда пришел, раз все рекомендуют. А что самое популярное? Наше ребро со стейком из печеной капусты. О, я на него смотрел, давайте. А перловка вкусная? Да, она очень крутая. С перепелкой. Она в стиле ризотто с пармезаном, очень вкусная. Мне очень интересно, как эти модные ребята интерпретируют русскую кухню. Когда речь о хипстерском местечке, ожидаешь комбучию смузи, а не перловку с капустой. В Италии делают ризотто из риса. Такой, знаете, заваривают, такая, с консистенцией. А в России делают с перловкой. И, кстати, круто получается. Перловка вместе с грибами, на мой взгляд, это идеальное сочетание. Еще и сыр добавили. А перловочка-то с перепелочкой. Дичь в хорошем смысле слова. Самое страшное для перепелки, это ее пересушить. Все шефы говорят, пересушишь перепелку, получишь по щам. Слушайте, хорошая такая, знаете, перепелочка нежная и чесночок. Вот чувствуется, что она чесноком пропитана. Есть определенный стиль. Ребро тушеное, мягкое, говяжье, должно быть прямо нежное. Видите, и капуста на гарнир. Фишка мяса, видите, так вот раз, и оно просто по волокнам, как тушенка расходится. Потому что качественно приготовленное ребро, оно всегда как тушенка, прям распадается. А если не доготовить, то оно будет жесткое. Глазировка для ребра сделана из квасного сусла. Поэтому у нее такой легкий, терпкий, ну не терпкий, знаете, скорее всего, такой какой-то ржаной капельку. И такой кисло-сладкий привкус. Вот капуста, это русский вообще суперфуд. Обожаю капусту. Капустой пахнет на всю улицу. Такое ощущение, что кто-то ее там жарит или тушит. Капусту с ребром от души рекомендую. Еще я попробовал здесь фишн-чипс, который сильно удивил бы своим видом любого англичанина. И хумус с манго необычно. Повар явно большой оригинал, а я приветствую эксперименты. Еще одни кулинарные креативщики открыли заведение по соседству, на Дивической улице. Это гастро-бистро Лаки Дак. Здесь фантазируют на азиатские темы. Утиная грудка сувит с пряными яблоками. Икра с копченым маслом собственного приготовления. Перцы с фетой и щи по супероригинальному рецепту. Правда и стоит искусство недешево. Средний чек 900 рублей. Десертик надо заценить и все. Это медовик арахисовый с каким медом? С гречишным медом. С гречишным медом. Ничего себе, неожиданно. Первое место отдаю этому блюду. Мне здесь понравилось и вам советую. Но есть на Большой Московской места, с точки зрения владимирцев, небезопасные. Если вам дают совет, сходите в Пятый элемент, никогда туда не идите. Это вот место, где вас изобьют, немножечко припугнут и спровадят. А это причем место в самом центре нашего города. В общем, в центре Владимира можно просто хорошо поесть, а можно поесть с приключениями. Так же и с музеями. Есть обычные, а есть довольно странные. Этот музей я пропустить не мог, потому что это музей моего профессионального инвентаря. Музей ложки великолепен, потому что создан человеком. Человек, прямо скажем, безумный. Потому что невозможно нормально назвать человека, у которого в собрании 25 тысяч ложек. Сколько у нее? Даже, по-моему, больше 25. Потому что только 15 или 17 уже официально выставлено в самом музее. На самом деле сейчас в коллекции более 35 тысяч. Да ладно! Да, здесь есть достаточно редкие предметы. Это очень красивая история про ложки любви. Идет эта традиция из Великобритании, а если быть точно с 17 века из Уэльса. Молодой человек, прежде чем сделать даме предложение, должен был своими руками из единого кусочка дерева изготовить ложку. Да не просто ложку, как предмет, как подарок, а послание. Именно поэтому на ложке появляются сердечки, подковы, замочки или, например, цепи. Вот этот чувак, видимо, очень сильно девушку любил. Что хотел сказать молодой человек, подарив даме ложку, внутри которой три шарика? Ну, тут несколько мыслей приходит в голову. Ну, тут их три. Это столько он хотел деток. То есть это у них такой период ложкования. Нет. Дама могла ложку не принять. Ну, тогда отворот-поворот ищите новую кандидатуру. Ну, и сам этой ложкой ешь и все. Или к другой даме пошел, типа, нормальная ложка. Такая ложка, я такой всю жизнь мечтала. Давай. Пап, а что это у нас там такое? Ну, пока, ну, смотрите, это ложка. Ну, достаньте, достаньте. Да? Так. Опа! Спасибо большое. В этом удивительном музее коллекция ложек, привезенная со всего земного шара. А путешествовать и привозить памятные сувениры из разных городов поможет Авиасейлз. Ведь найти выгодные билеты там очень легко. Заходите на сайт или в приложение, выбирайте направление, дату, и сервис сформирует для вас самые дешевые и удобные варианты среди предложений десятка авиакомпаний. Авиасейлз. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Конечно, в путешествии надо позаботиться и о ночлеге. Я нашел симпатичный недорогой отельчик. Здесь есть просто койко-место за 700 рублей, но также есть отдельные номера. У меня отдельный. Казалось бы, что нужно человеку от простого гостиничного номера? Чистота, кровать, душ, туалет. Но Владимир – город, ох, непростой. Тут все с изюминкой. Цвет называется фисташковый. Он сейчас в тренде. Плитка, террация, понимаете, это тоже в тренде. Стеклянный душ вообще. Супер. Как думаете, для чего это стекло? Для чего стекло-то? Пишите в комментариях. А-а-а. А-а-а, я понял, для чего. Сегодня в простокухне можно и рыбку съесть. И в поздание сеть. Чтобы смотреть телевизор, не вставая... Ну, вы видите. Очень, я вам скажу, оригинальная идея. Вообще, люди, которые занимаются здесь бизнесом, они не про деньги, а про творчество. Заселились, оправились и отправляйтесь ужинать. Подскажу вам веселое местечко. Короче, я, ребята, еду не на танцы, а я еду к ним в ресторан. Это ирландец, он и ресторатор, и владелец этого заведения. И у них, говорят, очень вкусно. Ресторан называется «Полли». Очень просто, пять букв. Абсолютно адекватный ценник и по-настоящему вкусные, модные, современные блюда. То есть, знаешь, что ты пришел, и ты не понял, что ты ешь. Оно все понятно, просто и действительно по-настоящему вкусно. Пол, хеллоу. Привет. Красивая легенда есть у ресторана. На лайнере, круизном, Пол встретил свою Марину из Владимира. Он сказал, Марина Игоревна, не могу без тебя жить, перееду к тебе во Владимир. А он ирландец. Работал у Гордона Рамзи и сказал, все-все-все-все-все, вместе они сюда переехали. Что порекомендуешь попробовать? Вот пицца, самое необычное там, это пицца грибами. Скажу по секрету, если сам шеф-повар рекомендует вам какое-то блюдо, значит, он уверен в нем на 100%. Беру пиццу с грибами. Тесто для пиццы непростое. Его готовят на оригинальной ирландской закваске. Представьте, здесь закваска, которой больше 45 лет, и он ее привез из Дублина, из Ирландии. Закваска – это чтобы тесто бродило. Легенда о поле опять-таки гласит, что закваска и рецепты – это все, что успел взять с собой наш романтический герой, покидая Родину. И здесь делают пиццу. А потом, ну, у тебя же остается, потом снова, потом снова добавляют. Вот тесто переходит в новое тесто, в новое тесто. И так, в общем, одна и та же закваска работает. Покажешь закваску? Конечно. Ну, вот это наш. Да-да-да. О, прям живой. Супер-супер. И ты ее в тесто добавляешь, да? Да-да. Очень круто. Смотрите, какая закваска, видите, бродившая. Пока Пол готовит мою пиццу, попробую, что тут есть еще. Меню здесь европейское. Я решил затестить треску с гороховым пюре. Салат из помидоров с солеными лимонами и утинную грудку с бататом. И я понимаю, за что владимирцы любят этот ресторан. Это реально вкусно. Это свежие белые грибы? Да-да. Свежие? Конечно. Вот это шедевр, а? Слушайте, деликатез. Ну, у нас очень много лес тут. А мы один-два раза в неделю поедем в лес за грибами. Представляете, Пол сам собирает грибы, как настоящий русский человек. Я вот это все ел. Вкусно, свежо, классно. Но я не ожидал, что такая пицца будет. Пицца прям вообще просто супер насыщенная. Тесто хрустит. Грибочки вот эти вот сезонные. Вот это мне повезло сегодня. Круто. Будете во Владимире, мой совет. Обязательно попробуйте пиццу с грибами в ресторане Пола. С Октябрьского проспекта возвращаюсь на Большую Московскую улицу для променада. Вы тоже от Большой Московской никуда не денетесь. Сегодня будний день, здесь не так много народу. Но на выходных тут обычно тусовка, бары, клубы. И вся ночная жизнь здесь. Здесь есть один паб, в котором можно попробовать пивной ежевичный смузи. Паб называется Фо Брюерс или 4 пивовара в переводе. Вообще паб отличается от бара тем, что в пабе вы можете получить не только напитки с закусками, но и полноценно поесть. В пабах обычно более серьезная кухня и большой выбор блюд. Что касается напитков, то Фо Брюерс не устает экспериментировать с крафтовыми сортами. И самое интересное из них можно продегустировать абсолютно бесплатно. Можно прийти попробовать все 19 кранов, не заплатить ничего. Очень круто вообще, красавчики. Так, а где же мой супер напиток под названием ежевичный пирог? А он такой густое. Как смузи, очень насыщенное. Если хотите знать, что такое демократия по-владимирски, то я с радостью расскажу. Каждый посетитель паба может проголосовать за понравившийся напиток и позиция, набравшая большинство голосов, получит постоянное место в меню. До следующих выборов. Ну а если вы не сторонник прямой демократии, а предпочитаете представительскую, подскажу бар, где меню составлено за вас. Правда, напитки там весьма оригинальные, настойные на ягодах и травах. Во Владимирской области многие разводят огороды. Хозяева бара Хьюстон не исключение. Свои урожаи они используют в напитках и блюдах. Обратите отдельное внимание на закуски. Вам могут собрать сырную тарелку с сырами из собственной сыроварни. Подать драники с рваной свининой на гриле и жаркое из мидий. Обстановка здесь ламповая, как любят выражаться блогеры. А цены вполне демократичные. А в пабе 4 пивовара, где я только что чуть с ума не сошел от потрясающего ежевичного пирога, подают хорошие бургеры. У Владимира не было вкусных бургеров, и мы решили, что это надо исправить. Крутые бургеры у вас, говоришь? Я в бургерах спец. Смотрите, даже хорошую мраморную говядину легко испортить. Чтобы сохранить ее нежный вкус мяса в котлете, нужно рубить ножом, а не пользоваться мясорубкой. У вас фарш нарублен ножом? Да, фарш нарублен ножом. Мы делали много тестов, пробовали мясорубку и не мясорубку. Решили, что рубленый фарш сохраняет текстуру мяса. Реально? У вас фарш ножом? Да. Вообще круто. Короче, ну я попробую бургер. Ну, смотрите, какая котлетка. Видите, какая сочная? Смотрите, сок течет. Ммм. Да. Бургер хорош. Можешь салфетку, пожалуйста? Котлета бомба. И закусочки здесь прикольные. Я попробовал сырные кубики в беконе. Но особенно мне понравилось брокколи фри в хрустящей панировке. Полезней, чем картошка. Сейчас съел и пойду спокойно спать. Завтра будет у меня супер день. В отеле, где я ночевал, нет ресторана, где можно было бы позавтракать. Зато есть общая кухня. Кухня-то есть, но нет плиты. И спасибо, что поставили микроволновку. Можно разогреть еду, если она у вас с собой. Или пойти завтракать в город, как сделаю я. В этом городе есть очень замечательная, стильная кофейня. Я просто не мог ее не показать. Она реально очень интересная. Это еще и мастерская по керамике. Пойдем. Как тут стильно. Вообще красота. Да, какая кофе, так вкусно пахнет. Здесь можно выпить кофе из чашки, сделанной своими руками. Хотите ли пить из глины с нуля? Я буду только раскрашивать. А можно вот эту? Можно. А можно вот этим цветом? Да, это цвет зеленый. Вот мне нравится такое. До обжига, он серый, после становится зеленым. Да. Неплохо получается? Все, отлично, да. Ребята, чашечку разрисовываю свою. Ну, дальше, смотрите, она же впиталась. И что, она будет стираться сейчас? Будет. И, получается, мы стираем. А, и остается рисунок. А руки я потом отмою легко? Конечно. И все? И все. Останется ее покрыть прозрачной глазурью, чтобы она у нас стала глянцевой. Глянцевой, да. Да, вот так вот. Давай напишем, знаешь, что шеф. Чтобы всем было понятно, что чашка шефская. Моя фирменная чашка отправляется на обжиг. Я заберу ее завтра перед отъездом. Отличный сувенир из Владимира. Если мы говорим о каких-то необычных сувенирах, да, непопсовых, то очень нравятся людям, например, духи запахом Владимира. Основная нотка духов запахом Владимира – это вишневая нотка. До Владимирской вишни я еще доберусь. А вот поесть из необычной авторской посуды – отдельное удовольствие. Какая тарелочка здесь. Посмотрите, в какой чашечке. Примерно такой же, как я только что разрисовывал. На завтрак я заказал кашку. Нормально же? Вы тоже наверняка любите кашки с утра. Каша пшеная с гранолой, орехом, фруктовым миксом с натуральным кокосовым молоком. Нежное, вкусное, фруктовое, хрустящее, теплое кокосовым молоком он дает шикарно. А еще я взял боул с булгуром. Много свежих овощей, шпинат, индейка, кстати, вот диетическое мясо. Яйцо пашот. Здесь и витамины, и белки, и углеводы. Зарядиться с утра энергией самое то. Зарядились и в путь. Обязательно найдите время заглянуть в мастерскую шоколада. Устройте себе сладкую жизнь на часок-другой. Шоколадная мастерская расположена в историческом центре Владимира напротив больших торговых рядов, а ниже гостиный двор. Только предварительно согласуйте время на сайте или по телефону. Вас научат работать с шоколадом, создавать шоколадные плитки и конфетные наборы. Но главное, шоколады здесь можно напробоваться от души на неделю вперед. Часовой мастер-класс с дегустацией 650 рублей с человека. Сейчас я направляюсь в еще один город Золотого кольца, музей под открытым небом Суздаль. Находится он в 35 километрах от Владимира. Добраться можно за 50 минут на автобусе стоимость от 130 рублей или за 800 рублей на такси. Но моя поездка обошлась чуть-чуть дороже. Сейчас расскажу почему. Из Москвы? Вы из Москвы? Давайте к нам. Ой, сейчас уедем. Привет! Здравствуйте. Это не просто такси. Это театр на колесах. Можно посмотреть уникальное представление в природном пространстве. И такого нет больше нигде в России. Только здесь, во Владимирской области. В спектакле в такси устраивает сельский театр драмы и комедии ребята из творческого объединения мира. Ну, поздравляю. Теперь мои сестры не дадут вам покоя. Андрей. Саша. Прозоров. А вы к нам батаринокомандиром? Да. Мне уже 24-й год. Работаю давно. Мозг высок. А подурнела, постарела, похудела. И ничего. Ничего. Никакого удовлетворения. А жизнь уходит. И никогда, никогда не вернется. Все будет прекрасно. Не переживай. Узнали пьесу? Это Чехов. Три сестры. Это как минимум необычно. Я сел в машину, и у меня здесь целый спектакль. Я, честно говоря, в шоке. Сам же культурный центр мира находится в Суздале в здании 19 века со сводчатыми потолками, тайными комнатами, погребами и внутренним двориком. Здесь есть пространство для творческих занятий и выставок, библиотека редких книг, дизайнерский магазинчик и маленькое кафе. Здесь же можно посмотреть уникальные выставки и послушать аудиоспектакли. По сути, это центр притяжения молодежи всей Владимирской области. Вот так, рука об руку с искусством, я и добрался до Суздаля. Это городок-музей. Он будто игрушечный. Очень компактный и очень красивый. А если вы в Суздале, то вы просто обязаны намедовушиться, а когда вы намедовушитесь, то вам, собственно, до развлечения вообще, собственно, дела не будет. А если вы уже чувствуете, что медовуха уже не втыкает, переходите на хреновуху. И ты уже сам не замечаешь, как едешь в кибитке в компании экскурсовода и слушаешь рассказы о городе. Кибитку, кстати, не пропустите. Она сама вас найдет и предложит прогулку. Какие сувениры везут из Суздаля? Знаете, Александр? Знаю. Пряники, медовуху и огуречное варенье. Огуречное варенье. Вообще, на самом деле, Суздаляне умудряются делать в виду 40 видов блюд из огурца. Их парят, варят, жарят, делают их малосольными, делают огуречное варенье и даже варят огуречный кофе. Выпейте огуречный кофе. Это кофе с огуречным сиропом. Его лучше не закусывать никакими десертами, а прожить вот этот вкус. Везти нужно все, что содержит название соленые огурцы. Варенье из соленых огурцов, пряники с солеными огурцами, конфеты сейчас существуют с солеными огурцами. В общем, разные отвратительные шедевры. Но если в жизни надо попробовать все, то надо попробовать и деликатесы с солеными огурцами. Кстати, обратили внимание, как мой гид Марина назвала жителей Суздаля? Правильно, с филологической точки зрения Суздаля. Они Суздалянка и Суздалец. Суздалец. То есть, если бы я был из Суздаля, я бы был Суздалец? Вы Суздалец, я Суздалянка. Нормально. Однажды Суздалец попал в такой... У жителей города, ну, как если собирательным образом, то у него проблемы с самооценкой. Говорят, жители не очень. Но сам город, если в него приехать погулять, он очень гостеприимный, уютный. Да, Суздаль на самом деле прекрасен для успокоения нервной системы. Здесь фактически отсутствует техногенный шум. Здесь все время звенящая тишина в ушах. Я слышу пение птиц, колокольчики лошадей. Прямо отдыхаешь душой, и нервная система правда отдыхает. Марина, у меня к вам вопрос. Где самая лучшая шаверма в городе? Есть у меня одно секретное местечко, я вас туда провожу. Извозчик, пожалуйста, в шаверменную нас. Если честно, я когда приезжал в Суздаль, ни разу не думал о шавурме. Там все-таки какой-то другой формат. И в Суздале ты думаешь о высоком, а никак не о шавурме. А вот и все. Ларек шавермы стоит на торговой площади. Можно нам пару с шавером вкусных? Вы какую хотите? Овощную. А, вегетарианка? Вегетарианка, да. А, да ка че не говоришь-то? Есть у меня одно секретное местечко, я вас туда провожу. Я вот в Казани коней ел. Ничего личного, пожалуйста. Тоже тебе запах оттуда приятный, вот прям с жареной курочкой прям. Нормально, мужик? В Суздале все нормально. Да? Конечно. Сразу видно, что в Суздале. Первое, что попадается, это огурцы. А у меня реально огурцов много. Соус не классический, соус томатный. Ты чувствуешь эту кислинку? За 170 рублей такая шавуха. К вам на карете за шавермы приезжали когда-нибудь? Бывало, да? В Суздале это нормально. Есть люди, знаете, безумные, которые готовы потратить 40 минут купить эту шаурму, сесть обратно в автобус, доехать к себе домой, разогреть эту шаурму и насладиться вкусом. По мне, идиоты. Но они говорят, они гастротуристы. А прямо в самом центре Суздаля, возле Кремля, в кафе Клюква, делают стритфуд а-ля Русс. Хотите нереальных гастрономических впечатлений? Вам сюда. Бургеры тут готовят со щукой, а драники не из обычной картошки, а из батата, да еще и со щучьей икрой. А запить эту прелесть можно ржаным квасом и, конечно, домашней медовухой. Суздаль знаменит своей русской кухней, и все ее любят, эту русскую кухню, и жители, и гости. Я бы сказала, ресторан Лепота, вкусный и очень красивый. Лепота! Слово-то какое хорошее русское! Так и хочется пообедать именно там. И не только из-за названия. У ресторана очень необычный вид и интерьер. Потолок и стены расписные из витражей ручной работы. Находишься будто внутри музыкальной шкатулки. Да еще и можно смотреть на старинный Суздальский Кремль. Есть места, где хочется взять просто какие-нибудь грузи на стойку бифстроганов и какую-нибудь уху. И сидеть просто, чтобы тебе было хорошо и кайфово, чтобы ты сидел и расслаблялся душой, потому что это русская душа. И русская душа просит компании. Обед со мной разделит Суздалец. Вы же помните, что именно так правильно говорить. Николя Чилоро. С супругой. Так, подождите, вы же еще Николя-то не знаете, я-то его знаю. Француз, ребята! Его тут на самом деле многие знают. Он тут местная знаменитость. И мне порекомендовал этот ресторан. Николя музыкант и композитор. Его история чем-то похожа на историю повара ирландца Пола. Он тоже влюбился в русскую женщину и приехал жить во Владимирскую область. Все-таки не зря говорят, что русские женщины самые лучшие в мире. Ребята, гречневая настойка. А гречкой пахнет. Пахнет гречкой. Пидыщ! Давайте начнем, раз у нас настоечка с грибов. Смотрите, брусника, сметана и красный лук. Прямо по всем правилам. Прекрасный грибочка. Николя, ты за грибами ходишь? Пока я никогда бил за грибами. Ни разу не ходили за грибами? Нет. Укропная. Николя, держи, я поделюсь с тобой. Укропная настойка. Настойка на укропе, настойка на кедрах. А у вас на гречке. Все. Вот это обедик, а я вам хочу сказать. Кроме соленых груздей, мы попробовали уху из трех видов рыбы. Это просто бомба, ребята. Говяжьи щечки с белыми грибами. И бифстроганов тоже с грибами. Ну что, Николя, по эспрессо и за грибами? Обязательно. Пьем за грибами. О! Решено! Идем на тихую охоту. Этот, что это, не гриби, да? Где? Не, не. Блин, не, это что, чага? Это трутовик, он березовый. Древесный гриб. Чтобы не заблудиться в дремучих Владимирских лесах, мы взяли с собой профессионального местного грибника. Владимирская область по праву считается одной из самых грибных в России. Походу, грибов нет. Валерий, ну хоть один! Хоть масленочек один, ну! Ну где же ты? Ну сыроежка хотя бы. Ну не знаю. Есть идеи, идеи есть? В таких случаях обычно нужно поменять лес. Какие стопроцентные показатели, что грибы в лесу есть? Ну вот из моих знакомых все пользуются стопроцентным показателем. Это если на рынке продают. Понравилось за грибами ходить? Здесь все погулят, конечно. Если были грибы, будет даже лучше. О, все, лес закончился. Пойдем домой? Вон там подосиновики еще должны быть. Пойдем порыщим? Нет, не хочу. Но моя компания разбежалась, а я немного замерз. Если вы, как и я, нагулялись и продрогли, идите в баню. Бань в Суздале много. Это здесь популярная тема. Выбирайте любую. Вот у нас в бане веник, дороже денег. Ваше тело сейчас будет знакомиться с дубовыми вениками. Варка синий ломит. Ребята, вот это кайф по-суздальски и по-владимирски. Да, 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 да. О, спасайте! Спасайте! Доброе утро! Завтрак! Привет! Привет! Ой, как приятно, а, лежать на печке и смотреть, как тебе готовят завтрак. Сейчас все объясню. В Суздале много гостевых домов, и я остановился в одном из них – Пестово подворье. Это купеческий дом 19 века. Здесь всего три номера. Можно снять одну комнату, а можно дом целиком, если путешествуете большой группой. Ресторана здесь нет, зато можно заказать услуги профессионального повара из кафе «Клюква», что на Кремлевской улице. Помните бургер со щукой? Он придет и приготовит завтрак персонально для вас. Мы занимаемся едой, в принципе, в целом от мала до великого. Мы можем организовать тебе завтрак в любой локации. Хорошо, что мы в доме, мы вообще делаем это даже в полях. Драники из батата. Как классические драники, все, только батат. И здесь прикол в перце. Это печеный перец, просто перебитый в блендере, как заправочка. Вкусно как. Фермерские продукты, яйца домашние. Ребята, вот это очень круто. Бургер с котлетой и щукой, печеной свеклой. Давай полбургера со мной. Держи. Со свеклой сочетается как круто, да? Мне кажется, какая-то классика. Щука и свекла, казалось бы. Еды на моем столе сейчас примерно на тысячу рублей. И это реально завтрак на семью. Плюс работа повара. Согласен, барские замашки. Но где вы еще такое испытаете? Если вы думаете, что на этом чудеса Суздаля заканчиваются, то нет. Здесь есть очень нестандартные развлечения, какие вы мало где еще найдете. Кто скажет, что Суздаль – это медовуха, огурцы? И церквушки сильно заблуждаются. Суздаль – это еще и эксклюзивные виды спорта. Про водное поло на сапах слышали? Добавьте в список фактов о Суздале. Холодное время года или плохая погода – не помеха. Все происходит в крытом бассейне. Идите в главный туристический комплекс Суздаль на улице Коровники. Причем на официальном сайте ГТК информацию не ищите, ее там нет. Это суперновое развлечение придумало совсем недавно одно турагентство. Ребят, к себе в команду возьмете? Поехали! Ого! Ого! Мы собираем команду! Давай! О, закрываем! О, нет! Еще один гол! О, запил! У настоящего сап-пола есть свои правила, но здесь их можно не соблюдать. Главное – забросить мяч в сетку соперника. В общем, это весело. Ну что, спасибо, пацаны! Спасибо! Прекрасная игра! Спортом позанимался, калории подскинул, проголодался и готов отправиться на поиски новых вкусных мест. Здесь гостиный двор. Здесь есть два ресторана. Один так и называется – гостиный двор. Это старый ресторан, там русская кухня. Очень хороший ресторан, с самого основания здесь был. Вот там используют рецепты столетней давности. Есть недавно открывшийся ресторан, называется «Агроном». Там авторская русская кухня. Не только у Владимира, но и в Суздале очень хорошо процветает авторская кухня и авторская подача. Конечно же, я хочу туда, потому что это что-то новенькое, свеженькое и интересное. Агроном – это ресторан агрокультурной кухни. Как вам формулировочка? Овощи выращены в собственных теплицах. Мясо и молоко с ферм. Хлеб пекут сами в своей собственной пекарне. Цены чуть выше среднего. Начинайте с хлеба. Пожалуйста, это хлебная корзина. Здесь пшеничный ржаной хлебной закваски со взбитым маслом. Масло взбитое вместе с томатами. С хлеба начинается ресторан. Вот тебе принесли хлеб, и ты видишь, что он вкусный. Пробуешь его и понимаешь, что если все круто, значит все остальное будет вкусно. Хлеб здесь прекрасный. Смотрите, вот это сырое мясо. Это называется тартар из говядины. Но чтобы делать такое, нужно быть на 100% уверенным в качестве мяса. Только тогда это можно есть. Вот как раз здесь смело берите именно тартар. Он на уровне. Европейцы любят оставлять вкус сырого мяса. Например, американцы добавляют туда кучу всяких специй, табаско, горчицы, чтобы мясо особо не чувствовалось. А чем заправляют? Горчица? Да, что еще? Да, горчица. Там идет дижонская, как раз-таки уксус идет. И вот соус здесь у вас находится, как раз этот соус с добавлением трюфельного масла. Вот, уксус там. Поэтому кислинка такая прямо вот на грани. Супер, спасибо. А еще я заказал корень сельдерея с пармезаном, свежим яблоком и черносливом. Корень сельдерея сначала запекают в соли, а потом обжаривают на сливочном масле. Если вы ни разу не запекали корень сельдерея, просто ради интереса сделайте это. Это очень вкусно. Или пюре из него просто, или в суп его добавьте. Жизнь прекрасна, черт побери, когда корень сельдерея на столе. Бегей! Это, пожалуйста, наш борщ с мясом бычих хвостов. Так, ну что, борщ? Борщ, он и в Африке больше. Но бывает вкусный, бывает нет. А бычий хвост? А бычий хвост, как мясо. Вот, вот он, видите, просто кусочек мяса. Вот это все, вот это все как-то гастрономично, а больше подбычное. За него точно не стоит переплачивать. А вот вишневый десерт берите не раздумывая. Вишенка та самая, владимирская. Если вы куда-нибудь добавите вишенку, это прям вот будет чисто владимирская движуха. Нет, вишня, она просто вишня. Ну, памятник есть вишне. У нас нет такого радикализма, что вишня только наша. То есть у всех остальных вишня отстой по сравнению с нашей вишней. Бисквит, пропитанный вишней, строчителой. Это сыр, который, видите, сверху такой нежный домашний сыр. Необычное сочетание, согласитесь? Вкусно. Можно мне чашечку кофе, пожалуйста? Конечно. Мне кажется, это один из самых гастрономичных. А может, и самый гастрономичный ресторан в Суздале. Ребята реально стараются. И, кстати, кофе у них тоже неплохой. Ну и, конечно, ваше путешествие во Владимирскую область будет неполным, если вы не привезете домой сувениры. Здесь вот я вижу, много всего интересного продается. Варенье, огуречное. Давайте я у вас эту баночку куплю. Я ни разу не пробовал. А как берется? Свежие огурцы? Ну, а туда что? Сахар, да? Что еще? Сук, лимончик. Лимончик, чтобы кисленькое было. Ни разу не пробовал огуречное варенье. А сколько стоит? Сто рублей. Сто рублей. Я же не на самолете. Москва рядом. Поэтому можно с собой везти много всего. Везите покровский пряник. Надо брать большой, с вареной сгущёнкой и с грецкими орехами. И можно еще, чтобы там был чернослив. Это самое топовое. И внутри это просто... Хрен и мед – это вот главные бренды Суздаля. О, медовуха! Суздальская! А медовуху, я так понимаю, в Суздале все пьют, везде предлагают. Супер популярный напиток, да? Сбитень. А его как делают? Это мёда, трава. Его в чай добавляют, либо в горячую воду. Но он такой концентрированный, да, типа очень получается. А какой самый популярный? Мажиреловый. Давайте, можиреловый. Ой, смотрите, в каше написано, можно в каше добавить. Как сироп, наверное, да? Сухие завтраки, воду. Представьте, сколько разных вариаций. Сколько с меня денежек? 300 тысяч. Короче, беру классическую медовуху, покровский пряник и сбитень. И огуречное варенье у меня есть. Все. Сувенирами запасся, наверное, достаточно. Хотя нет, недостаточно. Есть еще классный магазин сувениров «Дымов керамика». Если вы любите посуду, вам сюда. Здесь такие красивые расписные тарелочки, чашки, кувшины, вазы и чайники, бокалы из цветного стекла. Для девчонок есть прикольные штапельные платья, какие, наверное, носили раньше. А для детишек милые забавные игрушки. Я же рекомендую суздальское варенье и смоку. Это что-то среднее между мармеладом и пастилой. Очень вкусная штука. О, а это что за шапка такая? А можно померить такое? Слушайте, 7 тысяч рублей. Страшно мерить. Идет мне? Нет? Слушайте, а теплая, такая приятная вообще. Спасибо. До свидания. До свидания, Суздаль и Владимир. Спасибо за яркие и незабываемые впечатления. Такое вряд ли забудешь. Вы сломали все шаблоны. Я и не думал, что в этих городах Золотого кольца найду столько необычного и забавного. Вот уж поистине загадочная русская душа. Следующие выходные проведу в Нижнем Новгороде. Залезу в карман России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok